Великобритания празднует кончину Железной Леди. Вы не ослышались. Вечером 8 апреля, когда объявили о смерти Маргарет Тэтчер, на улице Шотландского Глазга, бывшего центра британской металлургии Шеффилда, ряда других городов, вышли десятки демонстрантов, чтобы отметить шампанским смерть бывшего премьер-министра. В лондонском пригороде Брикстон дело дошло до побоища с полицией. Несколько полицейских пострадали. В России, где со времен перестройки насаждался настоящий культ Тэтчера, подобные отношения совершенно непонятны. У нас даже смерти Ельцина никто открыто не радовался. А вот в Британии подобные события никого не удивили. В 80-е годы запомнились там как эра обнищания, закрытие фабрик, подавление рабочего движения, грабительских налогов и жестокого полицейского террора. А над всем этим царила ведьма, как ее на самом деле звали британцы. Ее железная воля проявлялась прежде всего в полном бесчувствии к чужим страданиям. Сотни тысяч людей лишались работы ради того, чтобы сотни стали очень богатыми. И вполне закономерно, что Тэтчер была самым непопулярным премьером в истории Британии. Самое трагичное в деятельности Маргарет Хилды Алфредовны Робертс то, что ее желанный идеал не осуществился. Она пожертвовала промышленным могуществом Британии ради сохранения могущества финансового. Но, как и положено, либертарианцу, то есть человеку, верующему в благотворность, неограниченной экономической свободы, не понимала, точнее не хотела понимать, глубину взаимозависимости разных видов хозяйственной деятельности. Финансовое могущество невозможно без промышленного. Ценность-то денег в конечном счете определяется тем, какие товары и услуги можно за них получить. На протяжении всего 19 века Британия купалась в деньгах потому, что была, как тогда говорили, мастерской мира. И поэтому ее фунт ценился во всем мире, а через ее биржи проходили товары со всего мира. И так было до тех пор, пока промышленным лидерам мира не стали, прежде всего, благодаря двум мировым войнам, Соединенные Государства Америки. Доллар превратился в мировую валюту именно потому, что многие страны мира, включая Британию, оказались вынуждены покупать товары за океаном. Если будущее баронесса Тэтчер всерьез хотела возродить значение британским финансам, ей следовало начать с возрождения значения британской промышленности. Но либертарианские учебники смотрят на производство только как на досадную помеху на пути денежных потоков. Тэтчер устранила эту помеху. И теперь денежные потоки беспрепятственно утекают из Британии за океан. Столько вреда, сколько нанесла Тэтчер России, она не нанесла даже Британии. Дело не в том, что она подзуживала Горбачева на перестройку. Дело в том, что, ссылаясь на Тэтчер, наши приватизаторы и разрушители промышленности уверяли, что с народом можно не считаться, поскольку он, глупышка, не понимает своей же пользы. Пренебрежение Тэтчер мнением народным в итоге стоило ей власти. В 1990 году, после того, как «Железная леди» попыталась ввести коммунальный налог, по которому одинокие миллионеры должны были платить за ЖКХ, в десятки раз меньше, чем многодетные бедняки, лопнуло даже железное британское терпение. По стране прокатилась такая волна протестов и народных восстаний, что собственная партия быстро вынудила «Железную леди» уйти в отставку. К сожалению, наши министры-то черисты народа не боятся. Они, то, как министр образования, требуют упразднить науки и академию, то, как отставной министр финансов призывают граждан осознать, что резервов на социальную поддержку и медицину нет, нет именно потому, что деньги, вложенные этим министром, в американскую экономику или же просто разворовано чиновным варьем. Даже уральских бабушек, которые в знак протеста против низких пенсий отправили президенту свои мизерные надбавки, чиновники города Троицка в Челябинской области стали запугивать уголовной статьей за оскорбление представителя власти. За пропаганду тачеризма, за культ антинародный, антизаризма.